Всем привет! Сегодня потихоньку начинаем подводить итоги уходящего года и сегодня речь пойдет о корейской косметике. Я знаю, что многие ее любят и я решила представить вам свой личный топ, все самое любимое, все самое работающее. Есть те средства, которые вы уже прекрасно знаете, а есть кое-что новое, но то, что однозначно заслуживает вашего внимания. Это видео мы создаем совместно с iHerb, но это не значит, что я что-то буду нахваливать только в рамках этой коллаборации, это вовсе не так. Если вы смотрите мои видео, то вы наверняка встречали все эти баночки то тут, то там в разных роликах, но мне очень приятно, что iHerb поддерживает меня как автора. У них есть целый огромный раздел под названием красота, где представлены уходовые средства и также декоративная косметика и отдельно выведена категория с корейскими производителями, то есть корейская косметика, кей-бьюти, это то, куда я заглядываю чаще всего. Ну что ж, поехали, я покажу вам то, что мне полюбилось больше всего. То, что чаще всего находится в моих заказах, это гидрофильный бальзам от марки Heimish. Я уверена, что многие из вас узнали его. Это то средство, которое помогает мне убрать все загрязнения, макияж. Я наношу его на сухую кожу, он имеет такую слегка плотную консистенцию, но она прекрасно тает, когда начинаешь распределять ее по лицу. И потом добавляем теплую воду, смываем это все вместе с грязью, которая есть на нашем лице. Он не оставляет ощущения пленки, какой-то липкости, чего-то жирного. И мне больше всего нравятся именно гидрофильные бальзамы, потому что это удобнее, это даже экономичнее. То есть как-то меньше расходую, когда использую именно в таком формате. Но вообще гидрофильное масло это то, без чего я не представляю себе свой вечерний ритуал, когда хочется хорошо умыться, при этом не пересушить кожу. Только помните о том, что после и таких средств, и жидких гидрофильных масел, мы всегда используем или какой-то гель, или же пенку для умывания, что я собственно говоря и делаю. Отличное средство, я обязательно к нему вернусь. Пока были хорошие скидки, они сейчас регулярно проходят на iHerb, какие-то акции. Я решила изменить бальзамы от Heimish, я заказала кое-что новое на пробу. Тоже корейский гидрофильный бальзам от бренда Beauty of Jozen, он все-таки подороже. И если сравнивать, то здесь 80 мл, а в Heimish 120. И он по своей консистенции отличается от Bonilla & Co, от Heimish, от таких более привычных мне гидрофильных бальзамов. Он как бы пожирнее, более маслянистый. Но не бойтесь такой консистенции, потому что он и хорошо растворяет косметику, и точно так же классно смывается. При этом после него кожа настолько мягкая, бархатистая. Это не очищение до скрипа, но также нет какой-то пелены на глазах, чего-то, что хочется отмыть поскорее из себя. Он не пересушивает кожу, он очень нежный, он очень такой деликатный. И у него супер приятная душка, такая ненавязчивая, просто пахнет чем-то уходовым. Не апельсинами, а мандаринами и чем-то подобным. И при том, что у меня чувствительная кожа, он ее совершенно не раздражает. И мне он очень понравился. И как раз на холодное время самое оно. Хотя я уверена, что когда станет теплее, я свое мнение не изменю. Мне показалось, что он еще и более экономичный в использовании, чем многие другие гидрофильные бальзамы. Но возможно, это только мое подсознание, которое говорит, это средство дороже, использую меньше. Возможно. Но в любом случае, это однозначно то, что стоит попробовать. Если вы засматривались на этот бренд, если вам было интересно, если вы ищете что-то новое, то рекомендую. Я собираюсь показать вам кое-что другое, но моей подборке любимых корейских средств просто не может не быть эссенцией от марки Миша. Я посвятила ей очень много внимания на канале. И сейчас хочу буквально в двух словах напомнить, для кого она, а кому можно выбрать, например, просто увлажняющий тоник или какой-то балансирующий. Это средство выполнит самую роскошную работу на тех из вас, у кого в первую очередь нарушен защитный барьер, у кого есть прыщи непонятного происхождения, кому не хватает увлажнения, смягчения, легкого осветления. Здесь нет кислот. Но здесь есть компоненты, которые как раз помогут нам залатать какие-то дырки в защитном барьере. Потому что, как показывает практика, основа многих каких-то неприятностей на лице, шеи и декольте лежит в недостаточном восстановлении кожи. Не в виде жирного плотного крема, не в виде какой-то чудодейственной сыворотки. Все гораздо проще. Здесь целый комплекс полезностей для кожи. В большом количестве, в большой концентрации фильтра от ферментированного лизата дрожжей. Он как раз поможет поработать с защитным барьером кожи. Неоцинамид. Он оказывает и антивозрастное действие, и осветляющее. Целая группа витаминов. Перечислять можно бесконечно. Если вы ищете не просто увлажняющую водичку, а живительную воду для вашей кожи, то обратите внимание, здесь минимальный расход вам хватит на год так точно. Я же решила взять кое-что новое на пробу. Даже можно сказать более универсальное. То есть, это можно применять всем, особенно в холодное время года. Это также может быть полноценный уход в виде одного флакончика на теплое время года для тех из вас, у кого комбинированная жирная кожа. Это то, с чем я раньше не сталкивалась, и для меня это стало полнейшим открытием этого года. Это эссенция от марки I'm From. Вот даже я выливала его на руки, и вся баночка как будто увлажненная. Это эссенция на основе инжира, на основе плодов инжира, не листьев, а именно плодов, которые собираются в Корее. Средство продается в стеклянной баночке. Я думала, что это пластик, я была приятно удивлена. Она такая солидная, консистенция погуще, чем у многих тоников и эссенций, которыми я до этого пользовалась, и чем у Миша. И это такое увлажнение уже на старте, что потом не хочется мазать что-то поплотнее. И также я заметила, что все последующие средства после этой эссенции как будто становятся более эффективными и лучше впитываются. Это нечто. Она прекрасно дружит со всем уходом, который я использовала с ней. И ее нужно, правда, совсем немного для того, чтобы нанести и на лицо, и на шею, и на декольте. И опять же, долго послужит. Я влюблена. Я думаю, что я еще что-то куплю себе. От этого бренда оказалось, что я зря обходила его стороной. Я оказалась под таким впечатлением от этой эссенции, что пока были скидки, я заказала еще несколько флакончиков. Буду дарить своим подругам. Я знаю, что они любят пробовать разные. Мне сейчас хочется раздать это средство всем и сказать, пожалуйста, попробуйте это то, что поможет нам пережить эту зиму. А летом вы сами не захотите от него отказываться. Если бы вы знали, как долго я охотилась за этой штукой. Их так быстро разбирают на iHerb. Я вообще мечтала себе купить нежно-розовую, но это нереально. Я оставила себе оповещение, но пока я там еще что-то закину в корзину, их сразу разбирают. Поэтому взяла зелененькую. Это массажер гуаша для лица. И он выполнен из натурального материала. Кто-то говорит, что его нужно хранить в холодильнике, как делаю я. Я пока там зубы почистила, включаю холодную воду, набираю в стакан, кладу. Он охлаждается и готово. Никуда не нужно бегать мне там в кухню за массажером. Так что лайфхак небольшой. Это нечто. Для меня все формы массажа для лица, это полное открытие этого года. Это то, что я буду продолжать делать в следующем. Но я хочу сказать сразу, что за один раз ничего не заметите. То есть это как лайфстайл. Это не диета. Там разделала и закинула, и потом что-то оно как-то не работает. Это нужно делать постоянно или в крайнем случае по необходимости, когда хочется разбудить свое лицо, когда хочется убрать лишнюю воду. В наборе прилагается инструкция, но я использую по-разному. Обязательно пользуемся массажером гуаша только поверх какой-то маслянистой консистенции. Важно, чтобы наш массажер скользил, а не растягивал кожу и тем более как-то ее не царапал. Это может быть какая-то сыворотка или просто масло, которое вы используете. Сыворотку я тоже покажу вам классную. В общем, я использую вот эту сторону, прорабатываю скуловую область, вот эту линию лица, для того, чтобы укрепить ее, немножечко подтянуть, чтобы все не плыло вниз. Потом переворачиваю и уже вот этой стороной, вот такими движениями вверх, делаю массаж лба. С этой стороны и с этой. То есть раз-раз, раз-раз, то же самое с левой стороны и лоб. Лучше всего, конечно же, такой массаж делать утром. А вы мне скажете, что утром времени нет. Иногда я заправляю постель и одной рукой это делаю, а второй массажирую лицо. Или пока там готовлю кушать малышнее, тоже одной рукой что-то складываю бутерброды, а второй раз-раз, раз-раз, тоже я левой рукой прекрасно орудую. То есть правой что-то делаю, а второй массажирую. И вот так меняю. Или пока жду, когда кофе приготовит кофемашина, тоже там несколько секунд успеваю. Я никогда не стою перед зеркалом, то есть я для видео могу показать, как это происходит. Но на самом деле я хожу по дому и вот так вот массажирую свое лицо. Так что специально какой-то ритуал у меня утром не происходит, потому что я не могу себе этого позволить только по выходным. А так в будние дни я прекрасно орудую этим массажером во время каких-то обыдельных дел. Поэтому главное желание, а возможность всегда найдется. И такие классные ощущения после массажа, как будто есть приток крови, но ты не краснеешь как рак. Легкое покалывание, ты чувствуешь, что ты сделала что-то хорошее. Ты видишь это в зеркале, потому что выводится лишняя вода. И вообще я думаю, что да, гуаша это то, что будет все более и более популярным. И мне хочется еще несколько разновидностей вот таких гаджетов, потому что это и наслаждение, и что-то полезное для овала лица. Что же наношу я в качестве подложки перед использованием гуаша? Это сухое масло, то есть сыворотка на маслянистой основе, но это не вязкое жирное масло, которое долго не впитывается, на котором все плывет. Эта сыворотка чудесно впитывается. И речь идет о сыворотке от бренда Dear Klairs. Опять же, карельский производитель. У нее как раз нужная нам консистенция не классического стандартного масла. Это легкая-легкая сыворотка, которая моментально убирает сухость, которая заставит ваше лицо светиться здоровьем. Если вы чувствуете, что кожа более стянутая, если планируете делать массаж, если все тональные основы в холода ложатся как будто маской, если хочется чего-то добавить в уход, то вообще присмотритесь к бренду Dear Klairs. У них есть очень хороший крем из базовой линейки. Можно вообще собрать себе вот такой уход из одного бренда. До сих пор, сколько бы я всего не пробовала, их базовый увлажняющий тоник и крем. Если хочется чего-то более такого питательного, то добавляем в сыворотку. Или можете взять эссенцию, которую я только что показывала, и эту сыворотку. И даже на жирной коже это будет приятно ощущаться. Конечно, если для вас все чуть-чуть маслянистые текстуры, это полный запрет, то у меня есть сомнения. Но на самом деле, часто кожа еще больше жирнится от того, что вы ее не защищаете и недостаточно увлажняете. Я бы даже сказала, что это не просто такое сильное увлажнение. Это антиоксиданты, это сияющий финиш, это как дополнительный глоток влаги в холода. Так что, если ищете что-то такое, вот она. Бренд Some By Me. Минеральный фильтр, я купила его повторно. И то уже вторая баночка у меня подходит к концу. Это SPF 50, защита ЭПИ, H4+, и это минеральный фильтр. Здесь еще в основе есть центелла азиатская, которая подлечивает, которая восстанавливает кожу. Ну и минеральный фильтр, он меньше раздражает, он не забивает поры. Я не знаю, но я до этого никогда не пробовала минеральные фильтры, которые не давали бы вот этот, знаете, жирный, плотный, белесый слой. Здесь ничего подобного не происходит. Этот фильтр имеет легкую такую слегка аптечную отдушку, как будто травки, но приятные травки. И он распределяется, нет ничего на коже. То есть, он впитывается буквально под ноль. Но и при этом еще оказывает слегка подлечивающие действия. И центелла азиатская, это не просто для проблемной кожи, а для тех также, у кого, опять же, проблемы с защитным барьером. И на него хорошо ложится макияж, и даже когда жарко или жирная кожа. Хочется нанести что-то легкое, но чтобы защита работала. Я никогда с ним не обгорала. Когда я совсем не красилась, там какой-то тоник нанесла на лицо летом, и хочется так жарко, хочется просто фильтр, чтобы кожа была защищена. Вот это средство меня выручало не раз. И мой муж, у которого совершенно другой тип кожи, он тоже не переносит все эти фильтры, но он очень быстро сгорает. И когда я на него мазала этот, он не возмущался. Так что даже самым капризным этот фильтр для лица подойдет. И, пожалуйста, помните, если вы пользуетесь серетинолом, кислотами и подобными вещами активными, защищайтесь от солнца. Потому что если заработаете пигментные пятна, их очень сложно вывести. А в большинстве случаев практически нереально. Поэтому лучше уж каждый день пользоваться защитой от солнца, чем потом решать более серьезные проблемы. Я как-то летом показывала вам вот эту голубую баночку. Это бренд Mizon. Серия предназначена для проблемной кожи от прыщей и сыворотка для всего лица. Так как у меня, в принципе, не особо проблемная кожа, вот на постоянной основе. Но если есть какие-то стрессы, если есть какие-то гормональные изменения, периодически что-то появляется. И если уж вылезает, то оно долго со мной. Потом я умею это все расчесать. И красное пятно очень долго оставалось на моем лице. И чтобы поскорее его вывести, я наносила эту сыворотку только локально. Не на все лицо. На все лицо, наверное, это слишком. Здесь есть салициловая кислота. Она очень хорошо подсушивает и подлечивает ранку. И когда ее уже нет, просто красное пятнышко, я продолжаю умазать. И все гораздо быстрее проходит. Так что, любимец от проблем. Также от бренда Somba.me. Покупаю, покупала и буду покупать. Это такие пластыри от прыщей. Иногда что-то как воспалится. Я предпочитаю это заклеить пластырем, чем замазать каким-то тональным или корректором. Почему? Потому что скрыть все равно не получится. А желательно это все поскорее вылечить. Поэтому я вообще без проблем приклеиваю куда угодно. Хоть на лоб, хоть на щеку. И мне без разницы, кто и что там подумает. И иногда я даже там сажусь снимать. Но не могу это скрыть. Приклеиваю. Мне никогда никто не написал, а что это у тебя на лице. Если вы уж сильно хотите это закрасить, то это тоже получится сделать поверх патча. Эти патчи имеют подлечивающие действия. И тогда, когда ты уже, грубо говоря, вычистил пору, и у тебя вот такая шишка на лице, ты приклеиваешь на ночь, например, можно еще под него что-то лечащее нанести, например, вот эту сыворотку, и приклеить патч. Он прекрасно держится. И потом на утро просыпаешься, и кожа сглаживается. То есть он моментально убирает воспаление за несколько часов. Именно тогда, когда уже все вышло. Честно говоря, если у меня на лице что-то там собирается, то, к сожалению, оно само по себе никогда не проходит. Поэтому я использую все возможные припарки и примочки. Лишь бы это произошло поскорее. И эта штука здорово мне помогает. А что касается COSRX, то они тоже работают. Единственное, что они не так хорошо держатся. И я считаю, что эти менее заметны, чем COSRX. Но и те, и те тоже покупаю уже не первый год. Тоже от бренда COSRX есть много замечательных средств. Крем с центеллой азиатской, подлечивающий. Он такой плотненький. Я как-то пробовала у подружки, брала чуть-чуть, на ночь использовала. Он хорошо впитывается, и утром такая кожа как бы наполненная. И тоже хорошо убирает покраснение. Умывание от COSRX я люблю. И еще один крем, который я недавно вам показывала, но тоже вспомнил в двух словах. От бренда Somba Me могу порекомендовать. Это не только мое мнение. Я дала своей подруге, чтобы она проверила на себе. У них есть крем с кислотами АХ кислоты и БХА. То есть и салициловая кислота, и там комплекс АХ кислот фруктовых, которые очень хорошо и выравнивают текстуру кожи. То есть убирают какие-то там бугорки. Также помогают избавиться от омертвевших клеток и подлечивают какие-то высыпания, если они есть. И крем рассчитан на 30-дневное использование. У него гелевая такая консистенция. По-моему, в прошлом году я часто его показывала. Но сейчас он у подруги, она говорит, Оля, это такая классная штука. Я своим плохого не советую, не даю. Так что, если вы хотите что-то, чтобы отдельно не мазать, сыворотку, крем, там, одно, пятое, десятое, то возьмите. И я думаю, что вы его оцените. И даже если у вас жирная кожа, как раз гелевая текстура такая легкая, быстро впитывается и SPF. Пожалуйста, помните об SPF. А еще на iHerb видела такие удачные наборы. Там и миниатюра, средства для умывания, и также тоник с кислотами. Ну, вот эта серия, о которой я только что говорила. То есть, вы сразу можете взять все в мини-версиях, попробовать, чтобы целая банка потом без дела не стояла, если вдруг не подойдет. В прошлом году я вам рассказывала, что прополис зимой это то, что надо. И я не видела отзывов на этот крем от марки Pure Hills. И я просто почитала состав. Мне понравилось то, что я увидела. Написано, что это легкий питательный крем на основе прополиса. Его здесь аж 80%. Мало того, здесь еще и восстанавливающие, успокаивающие компоненты. Прополис, он классно подлечивает кожу, восстанавливает ее и прям питает, но без вот этой ненужной тяжести. Я видела линейку COS-RX с прополисом. Там и ампула собираюсь взять. Потому что, да, я поняла, что прополис это тоже очень хороший ингредиент. И вы знаете, я вообще почитала, здесь есть неоцинамид, разные фруктовые экстракты, масло макадамии. Но это не тот крем, который, знаете, нужно наносить, растягивать как-то там и разогревать его. Поэтому было очень интересно. И я вот вам говорила, что есть несколько кремов, которые мне нравятся именно в холодное время года. И чтобы они не были заоблачно дорогими, и чтобы были максимально универсальными. И я люблю такие. И очень классная такая стеклянная баночка. Этим приятно пользоваться. В общем, крем на самом деле стоит недорого, как для такого состава и для такого действия. Здесь тоже будет минимальный расход. И у него нет вот отдушки меда какой-то отталкивающей. Это скорее тоже что-то такое с категорией травянистых. Но это очень приятно. Это не ощущается очень долго на лице. И я вам скажу больше, что я наношу вот эту эссенцию с экстрактом инжира. Дальше маслянистую сыворотку. И вот этот крем и макияж ложится как никогда прекрасно. При том, что я вернулась к кислотным пилингам. И кожа у меня такая суховатая. Кстати, по поводу кислотных пилингов. Я вчера вот делала с витамином С, с гликолевой кислотой от Derma E. Это не корейская косметика. Но я тоже покупала его на iHerb. И он обязательно будет в фаворитах года. Он так здорово осветляет какие-то там пятнышки на лице. Он выравнивает текстуру кожи. И там тоже есть гликолевая кислота. И убирает какие-то несовершенства. Просто освежает. И я вот недавно начала снова делать кислотные пилинги. И думаю, господи, это какое-то волшебство. Но помните, что кожу нужно восстанавливать. Поэтому я использую все такое и легкое по консистенции, но и питательно-увлажняющее, чтобы кожу свою не убить. И обязательно SPF, еще раз повторюсь. Значит, этот крем очень хорошо наносится. Легко, без каких-то заморочек. Он никогда не скатывается. Чем грешат даже супер дорогие кремы из разных категорий. Там от разных производителей. Он дружит со всеми тональными основами. Со всеми сыворотками другими. Ну, то есть, у меня вообще нет к нему никаких «но». Кожа такая блестящая. Она так как мячик становится. Очень-очень здорово. Можно использовать как днем, так и вечером. Если для вас это будет слишком для дневного использования, то на вечер вам однозначно понравится. Это даже как такая маска. Можете использовать таким образом. То есть, поплотнее нанести и подержать. Но я больше чем уверена, что если вы любите кремы типа как Веледа, Skin Food, вот это даже полегче по консистенции, но он также здорово питает. И состав за такую цену вы его оцените. Если вам нужен крем с церамидами, керамидами, все говорят по-разному, вот восстанавливающий, опять же, работаем над защитным барьером. Очень часто девчонки мне присылают, например, или на почту, или в Инстаграме личное сообщение. Оль, помоги, вот просьба, да, такую, что у меня вот это, вот это из ухода. И чаще всего есть много активов, но очень мало базового ухода и очень мало средств для восстановления. Поэтому чаще всего я говорю, вот это, вот это убираем, а добавьте что-то именно просто для защиты вашей кожи, для увлажнения, потому что это отсутствует. И потом появляются прыщи и все остальное, все прелести. Это крем от бренда COSRX, его можно наносить на любые части тела, на лицо, на руки. Здесь большой объем, и я думаю, что вы найдете ему применение, в любом случае 80 грамм. И здесь в основе центелла азиатская, то есть я уже говорила, что это делает, еще и глицерин, и масла, и те самые церамиды необходимые. Церамиды это то, что я очень люблю в уходе. И крем имеет такую плотненькую, бальзамообразную консистенцию, но когда ты его распределяешь, то очень хорошо ложится, и даже под макияж для обезвоженной кожи. Это такой балансирующий крем, не бойтесь его консистенции, он хорошо усядется, уляжется, и я думаю, что если вы страдаете сухостью кожи, это станет для вас спасением. Так как я сейчас вернулась к кислотным пилингам, мало того, что есть определенная сухость, которая проходит спустя несколько дней после всех моих масок, увлажнения, восстановления, но со временем могут появиться какие-то шелушинки, которые хочется убрать. Не всегда так происходит. Иногда я прижигаю какое-то воспаление, например, что-то локально перемажу, или тестирую что-то новое, не подошло. Есть такие, знаете, шелушинки, которые, ну, некрасиво выглядят, и я не люблю такое, и стараюсь как можно скорее это все убрать. Кислотные пилинги – это одно. Это отшелушивание роговевших клеток кожи, обновление, но также помните о том, что нужно использовать какой-то энзимный пилинг. Но не часто. Это не та же самая история, что вот эти грубые пилинги, которые сдирают с нас кожу, это оставьте для других частей тела. Для лица мы выбираем что-то понежнее. И даже вот этот нежный пилинг мы применяем, ну, максимум два раза в неделю. А я бы сказала даже по потребности, по нужде. Смотрите, ага, нужно чуть-чуть отшелушить кожу. И я в прошлом году, нет, не в прошлом году, вру, в этом году, я показывала вам вот этот пилинг от Тусо Вонг. Я надеюсь, я правильно читаю название Тусо Вонг, Тусо Вонг. Ну, в общем, тоже корейское название, и на него не так много отзывов. В общем, это такой порошочек, как бы гранулы. В сухом виде мы добавляем немножечко воды. А вообще я стою в душе, и лицо влажное. После очищения, после гидрофильного масла и моей пенки для умывания, я это все наношу на лицо и начинаю умывать. Куда бы его деть теперь? Эти гранулки не царапают кожу. Они растворяются и превращаются в легкую, как бы, пену. Но после умывания вы увидите, что ваше лицо становится более гладким, обновленным, таким отшлифованным, но в очень деликатном смысле этого слова. То есть, просто вы убираете все шелушинки, опять же, связующие между клетками, которые остались после кислотного пилинга и так далее. И если вы пытаетесь избавиться от каких-то неровностей именно в цвете, то тоже кислотный, тьфу, кислотный, тоже вот такой пилинг вам в помощь. Получается вот такой идеальный дуэт. Легкие кислоты для отшелушивания и периодически энзимный пилинг для того, чтобы это все расщепить и убрать с нашей кожи. Его здесь супер много, сколько бы я им не пользовалась, я чувствую, что здесь еще больше половины. Поэтому поделюсь с подружками. Супер экономное средство. Маслянистая маска для губ от бренда Petite Fee. То, что я всегда наношу на ночь, а сейчас в течение дня даже губы часто пересохшие, поэтому легким слоем этого вполне достаточно. В прошлый раз у меня была какая-то другая версия, и эту я покупала тоже давно, по-моему, летом с облепихой. Здесь в составе есть и натуральные компоненты, пчелиный воск, витамин Е, натуральный краситель, и сама баночка очень красивая. Она стеклянная, это матовое стекло, и бальзама здесь вообще на всю семью хватит. Ароматы всегда супер приятные. То есть клубнички не ожидайте, это что-то более натуральное. Но я такое люблю. Я не люблю супер яркую отдушку, которая вот сильно выбивается. Мне больше по душе нечто такое. Ну и самое главное, то, что она моментально смягчает губы, делает их восстановленными, и помада после нее тоже хорошо наносится. Ну и для меня это просто must-have на ночь. Я всегда наношу бальзамчик и ложусь спать, и не прилипаю к подушке. Он не такой, знаете, который и тягучий, и не супер липкий, и при этом он не маслянистый, вы знаете, который растекается. Просто у него более плотная консистенция, то есть эти масла подзастывают только при высоких температурах. Наверное, эта маска будет более жидкой. Ну как бы жарко у нас не было, такого не случалось, но здесь просто в составе есть натуральные масла. Помимо этого я еще и принесла несколько масок, которые я люблю. Ну вообще, когда я оформляю заказ, я думаю, что вы заметили в моих обзорах, я всегда что-то забрасываю. И зачастую корейские маски я использую просто вот, когда хочется увлажнить кожу, когда хочется отдохнуть, когда хочется расслабиться, и при этом что-то приятное сделать для своей кожи. Когда уже ложишься отдыхать, налепил масочку, и так приятное с полезным совмещаешь. В общем, маски я покупаю всегда разнообразные. Очень люблю практически все от Ennis 3. И вот эти более кремовые, такие биоцеллюлозные маски, они тоненькие, и здесь достаточно много эссенции. Я уже давно не встречала корейские маски, которые, ну вот, нехорошо пропитаны, которые мне не подходят по размеру, которые как-то вот смущали бы меня или не работали. В основном те, что я беру, всегда направлены на сияние, на увлажнение, на питание. То есть всякие там матирующие, легенькие для чего-то там. Я даже не покупаю, я знаю четко, что мне нужно. Поэтому беру или вот такие от Ennis 3, или вот эти. Тоже мне нравятся. С зеленым чаем. У меня еще есть целая линейка с зеленым чаем, но я никак ее не протестирую, чтобы вот понять, да, нет. Поэтому пока что не буду давать ей конкретный вердикт. С алоэ тоже хорошая, успокаивающая, суперуглажняющая. На самом деле на iHerb настолько большой выбор, и они там недорого стоят. А если еще и попадается акция, то побольше, побольше себе набираю. Покупала себе как-то целый набор таких масок от Petit Fee. Они вообще славятся своими патчами под глаза. И я в последнее время как-то подзабыла, нужно будет заказать. Я вообще любила патчи под глаза, гидрогелевые. И они вот как-то прославились за счет этих патчей под глаза. Я заказала патч на все лицо, что же мелочиться, да? Я тоже вам рассказывала об этом. Слушайте, это нечто. Когда ты устал настолько, что тебе просто кажется, что твое лицо отвалится. И когда хочется расслабить мышцы, даже расслабить где-то голову свою, кладешь в холодильник вот такую маску. Это реально вот она такая гидрогелевая, как большой патч на все лицо. И он вот, знаете, так приклеивается, никуда не сползает, но только с ним особо не походишь, да? Ложишься, и у тебя такое впечатление, что у тебя просто расслабляется каждая мышца твоего лица. А если это еще и холодная, то это какое-то блаженство, а не маска. Я думаю, что зря вот производители не делают часто такие маски, или я не знаю о них, или они стоят супермного. Но так как покупаешь пять, и на специальные случаи, когда хочется немножечко себя побаловать, я люблю приклеить вот такую маску. Она успокаивающая, охлаждающая, питательная, ну, наверное, не совсем больше, как бы освежающая. Здесь также есть кофеин, и она здорово убирает отеки. То есть можно или утром использовать, или вечером для того, чтобы расслабиться. Мне вот очень часто хочется вечером приклеить такую маску. Иногда я даже под нее наношу какую-то дополнительную эссенцию, потому что на увлажнение и питание все-таки больше работают тканевые. Это для меня за счет вот такого патчевого эффекта наступает расслабление. И да, и кожа становится даже так посвежее, посветлее, что ли. Не совсем корейское средство, но все-таки родом из Азии. И я думаю, что имеет место быть. Это то, что помогает мне справляться с краснотой глаз. То, что убирает ощущение жжения. У меня чувствительные глаза, они реагируют и на новую воду. Если куда-то едем, если я не высплюсь, у меня глаза пылают просто вот таким цветом. Если я снимаю долго при софтбоксах, при вот таком ярком освещении, то все, как бы я ни красилась, чем бы я ни подводила водную линию, кажется, что я заплаканная, что я какая-то расстроенная, что я не выспалась. Это то, что помогает мне убрать вот это ощущение песка в глазах, уложнить их. Это не лекарственный препарат, это больше освежающие капли. И они тоже отбеливают белок. И когда долго даже сидишь перед компьютером, работаешь, такое впечатление, что тебе кто-то насыпал песок в глаза, а тут по одной капельке добавила, и все сразу проясняется, как будто тебе вообще кто-то открыл глаза. Я, не знаю, как-то попробовала вот эти и всегда беру их, но собираюсь заказать и новые. У меня есть несколько флакончиков, один стоит здесь. Когда во время съемки глаза очень сильно устают, я закапываю. И тогда, когда куда-то едем, у меня часто глаза плохо реагируют, поэтому на всякий случай вожу. Никак не могу выловить сыворотку с витамином С, признавайтесь, кто их разобрал. Это бренд It's Skin. У меня только голубая такая стоит. Я приберегла ее для мамы. Это увлажняющая сыворотка. Она вот на основе гиалуроновой кислоты. И это та сыворотка, которая не будет скатываться. И тоже под макияж. И в основном, если уж наносить, то я рекомендую именно утром, перед кремом. Если вы чувствуете необходимость, если вы это ощущаете. Но сыворотка с витамином С, она бомбовая. Она не сильно агрессивная, но при этом она способна убрать какие-то несовершенства на лице, как и все сыворотки с витамином С. Обязательно оставлю вам ссылку внизу. Вот то, что она обещает, она реально это делает. Вот такие дела. Обязательно оставлю вам все ссылки в инфобоксе внизу. Обязательно заглядывайте, если вас что-то заинтересовало. iHerb доставляет по всему миру. В свыше 180 стран осуществляется доставка. Вы можете проверить, сколько будет стоить доставка в вашу страну, пройдя по ссылке и введя ваш индекс и вашу страну. Также вы можете посмотреть, каким образом можно доставить посылку. Когда они приезжают в Польшу, я всегда плачу налог, так как я беру большими коробками. И насчитывается около 23, наверное, процентов от стоимости посылки. Но так как у них доступные цены, то, в принципе, у меня получается даже дешевле, чем что-то здесь купить. И мне удобнее заказать что-то в одном месте. Потому что, помимо косметики, я всегда покупаю что-то для кухни, какие-то витамины. Вот недавно купила для нас витамин D. Так как мы сдали анализы, и оказалось, что витамина D у нас у всех недостаточно. Вообще у iHerb очень классный ассортимент. И говоря о категории бьюти, то у них там тысячи разнообразных товаров от разных производителей. Не только корейская косметика, но и японская, и новозеландская, и американская, и австралийская. Чего там только нет. И для разного кошелька. Я думаю, что в следующем году я сделаю подборку такую. Бюджетный уход, middle market и что-то подороже. Наверное, должно получиться интересно. А на этом мы с вами прощаемся. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok